Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик положения, цепи переключателя впускного коллектора HiBank одно что это значит. Этот общий код неисправности трансмиссии, двигателя обычно применяется к двигателям с впрыском топлива у большинства производителей с 2003 года, к таким производителям относятся, в частности, Ford, Dodge, Toyota, Mercedes, Volkswagen, Nissan и Infiniti. Этот код в основном касается значения, предоставляемого клапаном, датчиком регулирования расхода впускного коллектора, также называемым клапаном, датчиком IMRS, обычно расположенным на одном конце впускного коллектора, которое помогает PSM автомобиля контролировать количество воздуха, допускается в двигатель на различных оборотах. Этот код установлен для группы 1, которая представляет собой группу цилиндров, которая включает цилиндры номер 1, это неисправность электрической цепи, независимо от производителя транспортного средства и топливной системы. Действия по устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя, типа топливной системы и типа датчика положения клапана управления, положения IMRS, впускного коллектора и цвета проводов. Симптомы Симптомы кода двигателя P2017 могут включать, индикаторная лампа неисправности, MIL, горит отсутствие питания, плохая экономия топлива причины, как правило, причины для установки этого кода, неисправное реле привода IMRS, если имеется, неисправный привод, датчик IMRS редко, неисправен модуль управления силовым агрегатом, PSM, требуется программирование после замены, диагностические шаги и информация о ремонте, хорошая отправная точка. Всегда проверить бюллетени технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, следующий шаг в этом процессе, найти клапан, датчик IMRS на вашем конкретном автомобиле, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите потертости, царапины, оголенные провода, изношенные пятна или расплавленные пластиковые разъемы, Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, убедитесь, что они не сгорели и не подверглись коррозии, если вы сомневаетесь, приобретите очиститель электрических контактов в любом магазине запасных частей, если требуется очистка клемм, если это невозможно. Возьмите немного спирта и небольшую пластиковую щетиную щетку, изношенную зубную щетку, чтобы почистить их, после очистки дайте им высохнуть на воздухе, заполните полость разъема диэлектрическим силиконовым соединением, те же материалы, которые они используют для розеток и проводов свечей зажигания и соберите. Правого вольтметра, DVOM, при отсоединенном клапане красный провод вольтметра должен быть присоединен к проводу питания клапана IMRS, а черный провод вольтметра, к земле. Поверните ключ зажигания в положение «работа» и проверьте напряжение, это должно быть довольно близко к напряжению батареи, 12 вольт, если нет, то это проблема схемы, если он имеет 12 вольт, подключите провода к клапану и проверьте напряжение на заземляющем проводе. Управляющий провод PSM, это также должно быть довольно близко к напряжению батареи, если нет, то предполагается, что клапан, соленоид IMRS в это время открыт, замкнут, если все испытания прошли до сих пор, но у вас остается тот же код, проверьте ваш диагностический прибор и посмотрите, может ли он открывать и закрывать клапан IMRS, это может называться «тест привода», «двунаправленный тест» или «функциональный тест», в зависимости от производителя диагностического прибора, транспортного средства, Если диагностический прибор обладает такой возможностью, и диагностический прибор может управлять клапанами IMRS, то проблема либо решена, и все, что осталось, это простая очистка кода, или потребуется новый PSM, если диагностический прибор имеет возможность, но не может перемещать клапаны, указывается либо неисправная цепь заземления между клапаном и PSM, либо неисправный PSM, нельзя подчеркнуть, что после того, как первый или два этапа диагностики возникнут, а проблема не очевидна, было бы мудрым решением проконсультироваться с автомобильным профессионалом относительно ремонта вашего транспортного средства, так как для дальнейшего ремонта может потребоваться снятие впускного коллектора, чтобы правильно диагностировать этот код и проблему с характеристиками двигателя.